У вас были планы купить квартиру, машину, сделать ремонт или съездить в отпуск, взяв кредит. Но потом семья распалась, оставив о себе неприятное напоминание в виде задолженности банку. Кто платит кредит при разводе? Что делать, если о нем вы даже не подозревали, пока не пришли судебные приставы или корректоры? К сожалению, разводов в России довольно много. Парадокс заключается в том, что сроки по кредитам, которые берут супруги, зачастую превышают длительность браков. Так что вопрос о выплате кредита волнует многих. Подобные проблемы регулируются Семейным кодексом Российской Федерации. При этом распределение долгов для супругов с детьми тоже происходит поровну, вне зависимости от того, с кем они остаются жить после развода. Единственный способ избежать этой ситуации – это заключить брачный договор. В нем можно подробно прописать все финансовые условия расторжения брака. Подробности читайте в полном обзоре по теме.